Астросмолантная терна, Швеция, есть ли у России будущее? Нильс Фредрик Аурелиус, Астросмолантная терна, Швеция 3 октября 2019 года Путин ходит как человек, у которого есть пистолет Его левая рука свободно болтается, а правая постоянно неподвижно висит вдоль тела, чтобы в любой момент можно было быстро достать пистолет из внутреннего кармана Стиг Фредриксон уже много лет изучает Россию В новой книге он особое внимание уделяет прошлому президента, который когда-то работал в советской тайной полиции КГБ Там сложилось его мировоззрение, там он научился подавать себя Вместе с теми, кто верен ему еще с давних пор, он правит Россией, в которой не разведывательная служба прилагается к государству, а государство прилагается к разведывательной службе После Ельцина Путин предстал как человек, превративший хаос в порядок Но потом стало ясно, что на конструктивное обновление он не способен Контролируемая государством экономика полностью зависима от экспорта нефти и газа, а остальная промышленность в застое Отсутствие правового государства с надежными институтами, такими как, например, независимые суды, привело к политической и экономической коррупции Поэтому инвесторы избегают иметь дело со страной, а капиталы талантливые люди ее покидают Глава, которая вызывает особое любопытство, называется «Насколько богат Путин?» Его огромное состояние трудно измерить, поскольку оно распределено между его приближенными, пишет автор Кроме того, в стране вроде России трудно разграничить частное и государственное Но, безусловно, вполне можно утверждать, что Путин – один из богатейших людей мира Тем хуже идут дела у простых людей, которые часто живут на грани голода Путин справляется с недовольством низкими зарплатами и пенсиями классическим способом С помощью внешней политики, предназначенной для внутреннего использования Вооруженные нападения на Грузию и Украину способствовали националистической эйфории и отвлекли внимание от домашних проблем Что хочет сказать Фредриксон? Ясно уже из заглавия книги Без Путина Россия станет свободнее, миролюбивее и справедливее Автор опирается на открытые источники беседы с диссидентами и экспертами по России В результате у него получился по-журналистски увлекательный и очень критический анализ, возможно, несколько односторонний Он явно сочувствует преследуемым в России журналистам и прочим инакомыслящим Картина, которую он рисует, мрачно Слабая и раздробленная оппозиция постоянно подвергается гонениям со стороны властей Но не все так безнадежно Путин не будет занимать свой пост вечно, а без него многое может стать лучше, считает Фредриксон, у которого под конец становятся заметны проблески оптимизма Современная Россия, несмотря ни на что, все-таки не Советский Союз Благодаря интернету тотальный государственный контроль невозможен А молодое поколение хочет, чтобы Россия стала частью Европы Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова